Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча, ребят, и будем сегодня рейдить базу Выжившего. Сегодня у меня, признаюсь честно, произошел еще один рейд, но довольно-таки неудачно. Не в плане того, что там база неудачная, а в плане того, что я то ли программа залагала, то ли я что-то не так сделал, она не записалась, поэтому пришлось выполнить еще раз задание. У меня очень довольно-таки неплохо все получилось, два задания сходу слетели, потому что осишка взялась с почты, собаки вырастились. Короче, все очень-таки благополучно, задания очень легкие. Рейд, все у меня даже осталось после прошлого рейда, там я только подкрафтил парочка топоров, там база вообще деревянная, ничего крутого, кроме глока и пары монтировок, ну и рагу морковного. Так, чоппер у нас тоже пустой, выезжаем на глобальную карту. Глобальная карта нам покажет, что же за Петруша нам сегодня попался. 23 часа у меня угроз нападения есть, и это, ребят, первый мой рейд с 200 репутаций. Очень-таки, думаю, знаменательная дата. 200 репутаций, максималочку подбил я у рейдеров на аккаунте Михалыч. Я уже проводил несколько рейдов с именно 200 репутаций. Так, у нас плеер 79-63, это довольно хорошо или довольно плохо, не знаю, сразу же туда отправляюсь, и будем смотреть, что же это за фрукт и как его съесть. Топоров у нас 7, 3 заряда С4, мачета в топе, потрошитель и костяная рукоять, и глоб, конечно же, тоже просто в элитных там, в элитках все забито. Топ, и, наверное, следующие какие-то оружия. Готовлю кувалду, труба уже сделана, кувалду готовлю, кувалда тоже должна у нас в топе быть, потом, после этого, конечно же, будем проходить волны еще раз, волны в полицейском участке. Нам нужны топовые модули на остальные оружия. Так, пикап. Пикап пустой, то, что мы базу еще не нашли, это очень плохо. А назовем мы эту базу ли вообще базой, это жесть какая-то, смысл от этой базы, я вообще не вижу, что здесь в станочке. Ого, да, разочаровал, вообще настроение упало, не вижу смысла вообще что-то здесь делать, ну, так как мы уже пришли, задание легкие, опа, я знаю, что сделать. А вроде бы вот так все должно произойти. Вообще, не знаю, до 20 шума мы дойдем или нет. Ах ты ж. Штукенция. Вообще, жесть, 4 ящика. Вы представляете, вы хоть раз строили базу? Вы хоть раз, ну, вообще, вы играете, наверное, тоже в ласт дэй, и вы знаете, что такое построить все станки и построить всего лишь 4 ящика. Это невозможно. У вас будет просто насколько много ресурсов, что вы их в 4 ящика и ну никак вместить не сможете. Ну, давайте хоть известняка наберем каменных блоков, то есть это каменный блок, который помогает нам строить реально каменные стены. Довольно-таки неплохо. Здесь у нас что, топор берем с собой назад, часть двигателя. В часть... Опа. Ну, как ты меня-то находишь-то? Ну, ладно, ребята хотят драки. Давайте устроим им драку. Блюдочки. Да, радиус атаки у мачеты не особо большой, но вы видите, 68, 38, это урон мачеты, это мачета в топовом... Да, что ты будешь делать, как больной какой-то, ты или бей, или, говорю, вот это плохо, то, что ты, что не пишет, что у вас маленький радиус атаки, это просто жесть. Ладно, давайте с этим толстяком повоюем. И это тоже дерется. Ну вот, вот буквально так вот выстоял. Нужно каждый раз кликать, не каждый раз попадает, представляете? 38 урона, это мачета, это топовая мачета. Жестячок, да? Скажите, неплохо, как для мачеты. Здесь, походу, сразу две волны. Все, нормально. Ну, экономим, во-первых, это аптечек пошла. Да пофиг, блин, я сейчас вас разрублю на куски. Чересчур зверские какие-то там зомби мне попались. Просто дерутся очень сильно. Рычат, как драконы какие-то. Ну, может быть, из-за того, что у меня усиленный сет всего лишь на мне. 68 урона, это скрита вылетают. Жестячок, даже если я бы сражался с ними, то немного бы подэкономил. Так, смотрим, что у нас здесь попалось. Железные пластины, ткань плотная, кожа. Ну, гвозди, давайте возьмем. Ну, и стыкнулся с тем, что молотки в модулях, это жесть, как нуждающийся ресурс. Здесь у нас есть кирка. Можно будет сходить на зимние локации. Кстати, пишите, ребят, какие локации бы вы хотели увидеть вообще в видео. Пойти ли мне в зимние локации. Пора ли мне пойти в зимние локации и попробовать найти там что-то интересное. Потому что давненько уже ролик про зимние локации не снимал. Ну, и, наверное, что мы будем делать? Аккаунт Бороды. Это будет поход в полицейский участок или все-таки чистка, полная чистка бункера Альфа. Это все ящики за талоны плюс дискета. Интересно мне, какой бы стрим запустить, то есть по чистке бункера или все-таки ПУ. В полицейский участок много волн я не пройду, так как у меня, ребят, там не так уж и круто с оружием. Оружие куча, но модулей нет. Так, у нас есть вот такое вот. Я так понимаю, что третья волна не должна прийти. Это единственное, что у меня остается. Колесико можно завести, механику Джейн. Гвозди можем тоже завести, резиновые изделия. Жесть, давно я таких рейдов не видел. Это, по-моему, самый худший рейд. Хотя, если по луту взять, то довольно-таки неплохо все, да. Три слота всего лишь, потому что всегда забываю, блин, вот механику забываю. А потом, а потом, а потом типа херандок и все, забыл, забыл, забыл. А должно было бы быть уже как минимум шесть слотов. Потому что раз четыре я уже... Так, каких четыре? Наверное, раз двадцать четыре я забывал, ребят. Просто поехать в механику Джейн. Ничего нет. Про плавильню здесь железа немного. Сейчас мы там немного железа заберем. Железо у нас в топе. Ну, вот эту еще плавильню можно разбабахать. Может быть, здесь еще десяточек. О, нормально. Не зря мудохал. Фух. Прошел рейд на ура. Пойдем делиться. Не знаю, насколько это топовый рейд. Конечно, хотелось бы, чтобы вы поставили по десятибалльной шкале оценку этому рейду. Я не знаю. Я бы поставил тройку. Трояк. Жесть. Ни одному оружие, ни кусочка брони, ни капельки хила. Две аптечки. Даже предведущий рейд, который не сильно хвалил, говорил, что не записался, да и я не сильно разочаровался, он у меня прошел довольно-таки хуже Бежать успеем, нет? Ехать? Куда можно будет взять? Даже не знаю, зачем я туда нажал ехать Попробуем, может быть, вместо железного топора взять хоть какое-то оружие Потому что жесть, на рейде мы не нашли ничего, что можно было бы взять и чем можно было бы одмудухать кого-то А вот кувалды, мачеты, катаны, глоки, трубы, что еще здесь падает? Разрушители падают Это топ, это гуманитарный груз, это то, что нам, как говорится, всегда нужно, всегда надо И мы держим его постоянно рядом Давайте попробуем со спины, хотел вот активно Вот это разрыв сухожилий, 103, 112 Ну, не знаю, 112 вроде бы и так вот, 38, но как бы и так пролетело 38, ничем То есть говорят, что написано, что замедляет скорость атаки противника Но что-то я этого не видел, никак он не замедляет, может там вообще незначительно замедление идет Вообще не знаю На мачету модуль Самый, наверное, такой неподходящий Могли бы придумать массовый удар Ближнебойного оружия такого нету Фростборн, вот по-моему Или вот еще, ох, разрушитель Довольно-таки неплохо, у меня топовые модули на разруху есть Ну все, топ, ребят Досточки можно забрать, но я не вижу вместо чего Поэтому я пришел сюда за разрушителем Поехали делиться Как говорится, нужно делиться Да, видосы, конечно Чем больше мы снимаем, тем больше конкуренция Потому что много кто снял уже рейды Много кто рейдил эти базы Когда попадаются тебе вот подобные базы Вообще не знаю, что делать, куда идти Зачем вообще такие базы оставлять Зачем так разочаровывать это рейдера То есть каждый, кто выполняет задание Боится подобных баз Я тоже, не исключение, боялся Что мне попадется такая база Ну, если уже попалась, то делать-то нечего Ладно, будем рейдить Зарейдили Фух, жду обнову 1.14.2 Очень жду Потому что, ну, уже, если честно, очень скучно Я даже вот себя поймал на том, что просто все зачистил Ферму, там, бункер, полицейку Блин, ведьму даже убил Которую просто так убил не для задания рейдеров И понял, что больше нечем здесь заняться Просто неинтересно стало Жесть Ловлю себя на мысли, что нужно что-то им менять Потому что что-то не хватает Игрули Часть двигателя примете Ну, мужики, они, как бы, вроде не сильно сегодня Молоток возьмете Ну, ладно, часть двигателя Так, часть двигателя Нажимаем поделиться Пускай вам приснится на одном месте ресница Не забывайте, ребят, ставить лайки Да, конечно, видос не самый топовый Но, тем не менее, за старание За старание Прохождение всех миссий И всего остального Не забывайте также подписываться на канал Колокольчик, чтобы не пропускать новых роликов Ну, и подпишите комментарий Постараюсь каждому ответить Ну, и пообщаться с вами в комментариях Всем удачи, всем пока И увидимся уже в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok